Итак, сегодня поговорим о лучшем препарате от карлотского жука, как от него избавиться. Разделю видео на две части. Если вы выращиваете небольшой объем, вам нужно 1, 2, 3 ведра для опрыскивания вашего картофеля, вы выращиваете для себя. И вторая часть, внизу в тайм-линии можно это посмотреть. Для тех, кто выращивает объемы, там разберем 5 препаратов, и, возможно, немножко затрону еще стратегию обработки. Итак, если у вас небольшой объем, и вам нужно срочно избавиться от карлотского жука, а вам нужно средство, такой вырубатель, чтобы он прям вот сыпался. Такое есть. Сейчас вот многие пишут, как, чем работать, потому что карлотский жук седает в листьях, седает вверх на растение, работаем разными препаратами, и от него не избавиться. Что делаем? Идем в ваш ближайший магазин, там, где продают химию, либо через интернет-магазин. Интернет-магазин, мне кажется, самый лучший будет, там, где работает доставка. Итак, и звоните в интернет-магазин, заказывайте 2 препарата. Первым делом вам нужно спросить препарат Регент от компании БАСФ. Это сильнейший препарат, который поможет вам при опрыскивании вырубить вашего жука, то есть он прям будет сыпаться и сразу же будет умирать и не будет наносить дальше вред. Если Регента нет, то спрашивайте препарат Амплиго компании Сингента. Амплиго. Я где-то здесь буду копировать эти все названия. Дозы. Дозы этих препаратов. Регент на 10 литров, если, ну, это обычный, который может быть для листовых обработок, то его 15-20 грамм на 10 литров воды. Он долго держит, он защищает, он системный, он контактный, то есть он попал на вредителя и убивает его сходы. Потом, когда он начинает дальше новых кушать эти листья, погибает, потому что яд находится в листьях. В клубни сильно опускаться, нет, не опускается, совсем гуря не делает. Если клубни обработали, то будет идти вверх. Второй препарат это Амплиго. Его расход 10 мл на 10 литров воды. На сайте Сингенты могут посоветовать там 4 на 10, но это маловато. 10 мл на 10 литров воды, то есть там пакетики по 5 мл, то берите 2 пакетика на 10 литров, разводите и все будет хорошо. К этим препаратам, к какому-то одному из них, 2 смешивать не надо. Нужно добавить прилипателем. Лучший прилипатель это будет сельвет, либо какой вы сможете заказать. Любой прилипатель. Не используйте простую воду. Обязательно с прилипателем, который вам посоветуют в вашем магазине. Либо сам, либо сельвет. Вот какие я советую. И еще добавьте на ведро воды 1 чайную ложку лимонной кислоты. Лимонная кислота есть дома у каждого. Либо в любом магазине, не только в сельхоз. Чайную ложку. Это поможет этим препаратам сработать. Так что выбирайте. Если есть регент, срочно берите его, и он вырубит вашу проблему. Если нет, амплига, прилипатель, лимонная кислота и погнали. И у вас не будет проблем с карласским жуком. Амплига, он еще работает, убивает яйца. Но контакта вырубить, он вырубает, но не так явно. Он хорош, он там, я бы сказал, 10 с 10, но регент это 10 с плюсом. Ну а теперь поговорим, если у вас объемы, и вообще вы хотите разобраться, как я вижу, например, выстроить программу или топ-5 препаратов. Я себе отбирал, общался, советовался со специалистами, какие препараты и, в принципе, на чем-то мы сошлись. Я там выписал себе 3 препарата, потом у других спросил, там еще каждый, потому что мне назвал 5. И смотрю, что 5 препаратов плюс-минус, они везде были одинаковые. Итак, список, то 5 препаратов от карласского жука, как опрыснуть и от него избавиться, то есть, чтобы его не было. Вырубатель и чтобы он не распространялся. Вырубателем я называю тот препарат, который, вот, ест он лист, он ползает по лицевой пластине, съедает, а так вот делает скелетирование. Попал препарат, и потом приходишь через час или через день, он весь осыпался и такой черный валяется. Не красный такой, как хвост бобра, а осыпался и валяется. Итак, список топ-5. Погнали. На пятом месте, ну, я здесь постараюсь расставить места, но это будет, опять же, все приблизительно. На пятом месте препарат Маспилан от компании Summit Agro. это препарат, который содержит ацетомиприд. Ацетомиприд это системное действующее вещество, и когда карданский жук есть лист, он травится ядом, который находится в лицевой пластине. Плюс там еще есть дополнительных нюансов по Маспилану, он там от всех сосущих еще защищает. То есть, это все куча дополнительных бонусов. Но мы сегодня говорим про карданская жука. Один есть нюанс. Маспилан крутейший препарат, но чтобы прям он был шикарен, чтобы он может подняться на второе место, но при условии, если в него добавить какой-то перитроид. Перитроид это, к примеру, какой-то каратезион, либо десис. А так он сам лично занимает пятое место. Препарат Маспилан из расходом 200-300 грамм на гектар. Если перевести на 10 литров воды, то 10-12 грамм на 10 литров воды. Подкислять и пролипатель тоже советую. Независимо любитель или вы профессионал, и кормите всю страну. Четвертое место. Отдаю препарату, который много кто использует. Это препарат Караген FMC. Он был там то Дюпон, то FMC. Я особо не разбираюсь, и там сложно находить. На разных сайтах это разная информация. Ну, особо я не заморачивался. Препарат Караген с действующим веществом хлорантранилипров. Вроде бы так. Надеюсь, не ошибся. А норма расхода Карагена от 100 до 200 миллилитров на гектар. Если, допустим, водовыли вы делаете 300 литров на гектар, то вы используете 200 миллилитров. И здесь выходит на 10 литров воды ну, 7-10 миллилитров на 10 литров воды. Караген, он имеет такое свойство. Он еще бьет по яйцам. То есть, когда Карлоский жук отлаживает яйца, если препарат попал, то эти яйца потом не могут... Ну, становятся стерильными. Яйцекладка потом не жизнеспособна. Но здесь одно условие есть. Карлоский жук отлаживает яйца на нижнюю часть листа чаще всего. Бывают иногда какие-то пьяные Карлоские жуки, которые отлаживают сбоку, либо на верхнюю часть, и потом оно и без Карагена плохо там получается потомство. Но основная часть, на нижнюю часть листа необходимо, чтобы препарат попал туда. Это либо ранцевый опрыскователь, который задувает и делает такое завихрение, что смесь эта воздушно-газовая залетает, попадает на яйцекладку. Либо у вас крутой классный опрыскователь с феном, с воздухоподдержкой, такой надувом. И тогда все попадет оттуда, куда нужно. Про прилипатель, про подкисление, я еще в конце скажу, здесь добавлять везде нужно. Итак, следующий препарат, третье место. Третье место отдам препарату. Я его рассматривал вначале на первое, потом начал, когда все пересчитывать, пересматривать. Все-таки третье место. Это Volume Flexi. Volume Flexi, компания Сингента. Хороший препарат, им работал часто. Крутой, классный. Третье место, это уже плюс-минус, там они первый, второй, третий, все равны. Третье место Volume Flexi. Действующее вещество у Volume Flexi, там, Тиаметоксан и хлорантралинилепрол. То есть, ДВ-шка от каррагена и ДВ-шка от Актары. И здесь получаются два, две группы инсектицидов. То есть, один из них не котиноид, такой же самый, как и в Мастилане, только разные ДВ-шки, но группа одна. И Тиаметоксан заходит системно в растения, и когда вылупляются, когда появляются новые насекомые, новые карлоские жуки, они поедают этот лист, тратятся и умирают. Это происходит тогда, когда они уже поели растения. Норма расхода в Volume Flexi 0,3-0,4 литра на гектар. При воде выливе 300-350, я бы делал 350 литров на гектар. Давление побольше, чтобы максимально омыть ваше растение. Давление при полевом опрыскивании, то есть, если у вас тракторный опрыскиватель, троечку делаете. На 10 литров Volume Flexi расход будет такой же, как и в предыдущих, около 10-15 мл на 10 л воды. На сайтах могут написать меньше дозы. На сайтах еще, может быть, не будет регистрации на картофель. Но эти препараты работают пока к орлацкому жуку и вреда растениям, и потом тем, кто будет кушать эти растения, не наносят. И потому этот препарат у меня попал на третье место, потому что он вырубатель, не такой классный, как первое и второе место. Потому что здесь надо, чтобы жук поел, немножко нанес вреда, и это есть проблема. Плюс у него еще есть такое действие, от каррагена он в контакт напопал, он может доупить, и еще убирает яйцекладку. Классный препарат. Им работать, им работать в системе, работать им где-то в середине вегетации, это вот прям хорошо, чтобы не было привыкания. Вначале сработали как-то моспиланом, защитились, потом сработали в олямфлексе. В принципе растения могут быть чистыми. Вдруг вы не сработали, и вдруг что-то случилось такое, что предыдущие препараты у вас не сработали, и проблема у вас явно налицо, и у вас с каждым днем все хуже и хуже ваши растения, потому что карраганские жуки их доедают. На помощь сюда уже придут первые два места, первые два препарата, которые я уже назвал ранее, для тех, у кого небольшие объемы. И второе место я отдам препарату Ampliga, Ampliga от компании Syngenta. Там два действующих вещества, одно из них как у каррагена, как у William Flexi, хлорантранилипрол. Надеюсь, скоро прям буду хорошо это выговаривать. И еще одно действующее вещество, это перитроид лямбда цигалатрин. Это не прям классное такое действующее вещество, но я рассмотрю препараты с точки зрения вырубателя проблемы. То есть это когда вот есть проблема, мы ее под ноль вырубаем. Лямбда цигалатрин. Оно работает так, это действующее вещество попало и убило. Попало и убило, то есть если у нас есть насекомые, которые поедают наши растения, и мы работаем лямбда цигалатрином, этим вот оперитроидом, то мы вот попали на краску жука, а не попасть это сложно, и они сразу сыпятся, они умирают. То есть контактно это происходит. И если у вас там есть опять же пролипатель, и оно прям его окутало, этого вредителя, этот раствор окутал, и ему деваться некуда, и он весь сразу же погибает. Норма расхода. Норма расхода препарата Амплига на 1 гектар составляет 300-400 мл. На 10 литров воды это 10 мл. Это нормы, могут отличаться опять же, повторюсь, от сайтов, от рекомендаций, но при такой норме оно работает, и растение опять же будет только говорить спасибо. Если не будете работать в солнечную походу, когда будут, когда уже могут быть ожоги, даже от солнечной радиации, от линзы, которая появилась на растении. Итак, первое место, первое место препарат Рейгент, компания БАСФ, это препарат, который попал и вырубил проблему. Это не тот препарат, который уберет яйца, да, вот яйцекладку, это препарат, который работает мгновенно, то есть увидели проблему, обработали, и у вас ее нет. Можно работать заблаговременно, он заходит в систему, так же сам работает, как любой некотиноид, как Маспилан, как там делают Актора, но он более контактно, прямо классно избавляется от проблемы. Контактно и системно. Долго держит, долго играет, нормы расхода у Рейгента, они разные, есть разные Рейгенты, я находил там, где 25 грамм фипронила на килограмм, там, где и вроде бы 800 грамм фипронила на килограмм. Один из них, там, где больше давы идет, часто в землю, его там дают при протравке с посадкой, другой для листовых обработок. Итак, нормы расхода. Там, где 800 грамм фипронила на килограмм, там идет 25-30 грамм этого Рейгента на гектар во время опрыскивания от кораловского жука. Это получается, если вы выливаете 300-350 литров воды на гектар, и вы растворяете там 25 грамм, то пускай на 10 литров воды у вас будет 1 грамм, и то это будет немножко превышение дозы. То есть на 10 литров 1 грамм этого Рейгента. На 100 литров можно там разбавить грамм 8-9, и кораловского жука у вас не будет. Если у вас Рейгент, там где 25 грамм фипронила, который продается в пакетиках, небольшой объем, там идет пакетик 20-25 грамм, вроде бы на 10 литров воды. Так что вот такой у меня топ по препаратам. Как ими работать? Если у вас картофель чистый заблаговременно, то можно начинать работать с карагена, либо начинать с маспилана. То есть если вы, к примеру, находитесь на юге, и у вас много трипса, цикадки, тли, то начинать с маспилана. Если у вас уже вы видите в коем-коре вредителя, то маспилану можно добавить любой перитроид, такой как каратезий, но сюда сам не может войти, потому что он сам будет слабый. Если у вас уже есть яйцекладка, но еще нет у вредителей масса, то сработайте карагеном, и возможно, что будет дешевле, чем дальше какие-то другие препараты. Если уже есть и яйцекладка, и коиде начинается вредитель, то используйте препарат, который на третьем месте. Если уже есть коиде, осталось яйцекладкой, и вредитель растет, используйте препарат на втором месте. Если прям жестко, И у вас проблемы с этим картофелем Вам нужно срочно спасти Допустим вы агроном И через 3 дня приезжает шеф Который скажет что это происходит У нас остались не листья, а одни такие цурпалки То срочно берем препарат рейген Заезжаем литров 350-400 на гектар Дозы, которые я уже сказал Используем Проходимся Вырубаем проблему И через день приходим Сегодня вечером сработали Завтра в обед приходим Черные бывшие карласские жуки Валяются на земле И удобряют нашу землю Про лимонную кислоту Чайная ложка на 10 литров воды Или желательно иметь PH метр И замерять какое вы PH даете Для ваших растений Во время опрыскивания PH лучше делать 6 И тогда инсектициды работают максимально хорошо Это важно делать Потому что карласский жук у нас Не первый день находится Он уже привык ко всем вкусностям Которые вы ему даете И поэтому нужно Чтобы препарат сработал максимально четко Если у вас PH воды 7 и выше 7-7,5-8 То действие этих препаратов Может снижаться В 2-3 раза То есть бывает такое Вот есть препараты Которые Ну, к примеру Здесь его нету Есть препарат аденадин При PH 7 Он работает на 20% То есть кто-то его дает С гуматом Гумат повышает PH И он там почти не работает То есть добавляйте лимонной кислоты Я при воде с Днепра PH была восьмерка Добавлял на 3 тонны воды 750 грамм лимонной кислоты И сбивал PH до 6,2 Это была классная PH При котором работали все препараты И не возникало никаких проблем С недействием Или со слабым действием препарата Которую я вношу Топ-5 препаратов От Гораловского жука От Аградвиж и Тимура Кому было интересно Полезно Ставьте лайк под видео И пишите в комментариях Что бы вы поставили В какой последовательности По препаратам Что вы отдаёте Отдаёте кому первое место А какой на ваше мнение Вот здесь будет на пятом месте Всем классных урожаев И безопасного вкусного картофеля